На днях на общественное обсуждение был вынесен проект концепции реформирования налоговой системы Узбекистана. Данное событие вызвало широкий резонанс и, по мнению экспертов, если предлагаемые меры будут реализованы, то экономику нашей страны ждут по-настоящему большие изменения. Сталит ли новая налоговая система удобной для бизнеса и простых граждан? В комментариях специалистов и пользователей соцсетей. Плюсы этой системы, которые коснутся всего населения в целом, это снижение налоговой нагрузки на фонды оплаты труда. Не снижение, а кардинальное снижение. Если сегодня это в совокупности составляло более 55%, мы это снижаем, устанавливаем единую ставку и снижаем больше, чем в два раза. Устанавливаем ее на уровне 25% от фонда оплаты труда. Второй кардинальный плюс, почему мы его называем революционным, эти изменения. Дело в том, что мы отказываемся от системы снятия средств со счетов налогоплательщиков от суммы их оборотов. Теперь мы переходим к системе, когда налогоплательщик, предприниматель, бизнесмен, он сначала должен заработать эти средства, сначала должен сформировать прибыль, а потом уже из прибыли он будет выплачивать установленную сумму налога. Предлагаемым реформам предусматривается сокращение количества налогов, снижение ставок, их объединение, и в итоге мы получим конкурентоспособную экономику, равный бизнес и условия для привлечения иностранных инвестиций. Что сейчас происходит? Эти крупные предприятия, которые сдробились на мелкие, каждый из них платит 5% с оборота. Если в этой цепочке производства 5-6 предприятий, каждый из них заплатил 5%, то это уже 25-30-40% только налога, а это же все сказывается на цены, цены той продукции, которую мы покупаем. И отсюда это тоже такая большая инфляция от этого. А если все в цепочке, и причем НДС у нас сокращается, это тоже революционное событие, сокращается почти в два раза, то есть с 20 до 12%, и каждый платит только со своей добавочной стоимости, то есть сколько бы в цепочке не было бы предприятий, стоимость будет только на 12% увеличиваться. В этом случае самые большие риски берет за себя до государства. Но государство в этом случае выступает как бизнесмен, как государство в данном случае как партнер. То есть оно пытается и хочет создать на стране выгодные, взаимовыгодные, эффективные экономические взаимодействия между бизнесом и государством. Проект концепции налогового реформа в настоящее время один из самых обсуждаемых в социальных сетях. Разбудили всех, весь деловой мир проснулся, только об этом все чаты. Дай бог к лучшему будут реформы. Это революция в налоговом кодексе. Президент не на словах, а на деле показывает поддержку предпринимателей и бизнеса. Сдержанный АМОФ на оптимизм 2017 года в 2018 году все больше принимает форму структурного обоснованного понимания, что успех страны в ближайшие годы неизбежен. Дай бог, чтобы приняли, мы превратимся в рай для инвесторов. Налицо работа действительно толковой группы. Этот проект не отписочного характера, не для галочки, не продукт и БД имитации бурной деятельности. За что ответственным лицам Национального агентства проектного управления при президенте Республики Узбекистан человеческое спасибо. Маленький пример системности и последовательности выдвигаемых идей указано в пункте 1. На усиление гарантий стабильности налогового законодательства и сразу зафиксировано. В пункте 3 обеспечение прямого действия норм налогового кодекса Республики Узбекистан с исключением отсылочных норм и отмены всех подзаконных актов, регламентирующих вопросы налогообложения, а также установление норм, предусматривающих вступление в силу любых изменений в налоговом законодательстве только с очередного финансового года. Дай бог воплотить в реальность. Налоговая система Узбекистана станет одной из самых удобных для бизнеса в мире, а в нашей экономике произойдет самая настоящая революция. Еще пару лет назад о таком даже думать не могли. Спасибо всем, кто придумал, разработал и не боится внедрять в жизнь и ломать старую, громоздкую и неповоротливую налоговую систему. Я была крайне удивлена отдельным вопросом и комментариям в соцсетях, из которых становится ясно, что люди просто не обладают экономическим мышлением. Но нельзя на рынке отделить себя от других. Все друг на друга влияют, именно поэтому НДС наилучший вариант для решения проблем с инфляцией и снижением рентабельности. Если сейчас мы не поддержим реформаторов и не встанем на их сторону, обеляя бизнес, выходя из тени, помогая государству стать сильнее, стабильнее и привлекательнее для инвесторов, мы просто подорвем доверие к себе и откатимся. Минимум в прошлый век без возможности революционировать. И вот это будет действительно горько. Что я понял для себя? Концепцию пусть с некоторыми изменениями удастся принять, если активная часть общества поддержит реформы. Любые улучшения могут быть, если стороны не будут противопоставлять свои интересы к общим, а наоборот сделают шаг друг к другу. Первый шаг рабочая группа обозначила. Он существенен и дружелюбен. Мы в свою очередь должны сделать свой шаг, понять и поддержать, к чему я всех и призываю. Да, будет сложно на начальных этапах, но я готов к этому. Пусть меньше и сложнее сегодня, но зато светлое будущее завтра. Мне лично и моей семье, моему городу и стране.